КОМАНДР Командер Лев Котляр Я играю колесо, что делать? Султай, как бы вы улучшили эту колоду Господи, они убили КОТИКА Пентаптих Распаковок будет закончен И друзья, мы рады, что вы еще с нами Мы это Александр и Лев Мы мучаем Командер 2020 Год командера, 5 прекрасных колод На русском и сегодня мы Добрались до финала наших обзоров Я не знаю как вам, а мы уже просто В изнеможении На последнем издыхании Будем шелушить эту колоду Это замечательные динозавры Как минимум интригуют названием Цветами, но мне кажется, что Будет что-то так же Не очень интересное, как и С мутациями, на мутации я вот Возлагал больше надежд Ну окунемся в этот волшебный водоворот Как называется эта колода Ее титульный генерал это Каламакс, прародитель бурь И судя по тексту, который на нем написан Это колода Спеллслингер стратегий То есть она играет не за счет Существ, а за счет заклинаний А заклинаний в магии Большого количества Взрывных, разрывных С необычными эффектами Немножко лора, которая Окунает нас в мир и кори Еще поглубже Синий на этот раз счетчик жизни Непонятная карточка Для того, чтобы рисовать альтерации Собственно, сам батя Сам батя, давай откроем самого батя И посмотрим, кому ему дали в напарнике Ну блин, я смеялся, смеялся Сам вот тоже не справляюсь Вот так вот, упаковывает Итак, Каламакс Динозавр Элементаль Существо Зирис Звивающийся шторм Хорошо, что не извиняющийся Змея левиафан И дядечка с собакином С собакином Каким-то тоже элементальным Да Значит, у нас Как в каждой колоде есть Три набора командиров Да, у нас есть Тимурские цвета В тимурских цветах У нас три набора командиров Здесь все файловые И, как обычно, у нас есть пара партнеров У всех этих командиров Очень-очень разные способности На мой взгляд Они все Являются генералами разных колод Вот, мы можем посмотреть На то, как Как должна выглядеть себя Колода Халданы Пако Как может выглядеть колода Зириса Но титульный генерал И предыдущие колоды нам показали Что именно под титульного генерала Больше всего Синергии в этих приконах И заточек, да Вот, поэтому его мы и разберем Каламакс Существует с двумя способностями У него есть триггерная способность Каждый раз, когда вы разыгрываете Первое ваше заклинание Мгновенное В каждом ходу Если он повернут Вы можете скопировать это заклинание И выбрать для него новые цели Для копии Довольно очень странно То есть это как бы не совсем Спенслингер Нам нужно поставить его как существо Усуметь сходить в атаку Пока непонятно Может быть там внутри В карточках есть Какие-то эффекты Которые позволяют его повернуть Может быть Но если их там нет То их можно Доложить Доложить Например? Совершенно верно Я думаю, что Есть несколько простых способов Повернуть существо При этом не назначая его атакующим И подвергая его опасности Быть заблокированным Или убитым Это Дать ему Какую-нибудь способность С помощью Да, с помощью Эквипментов Дать активируемую способность Которая требует Поворота Или Повернуть его Используя созыв Да, созыв же есть В качестве розыгрыша Самое доступное Это действительно созыв В общем, вариантов много Ну, давай посмотрим, что нам предлагают Давайте посмотрим Да, сначала На карты Которые Новые Выпущены в этом Шлюзы Так, здесь мы увидим Набори Какую красную фарсу Да, мы уже фарсу видим И Заклинание, которое везде В каждых колодах лежат И Вот все новые карточки перед нами Будем лить слезы по утре Или Забанили 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 Ничего Ни на что тут смотреть Проходите дальше Да Вот У нас есть новый элементарь выдра Который При выходе на поле битвы Если он был разыгран Или каким-то другим способом Попал в игру Вы можете Подарить Своему Товарищу за столом Дополнительный ход И во время этого хода Вы имеете защиту От этого игрока То есть Это значит, что он С вами никак не может взаимодействовать И Скорее всего Будет Расправляться с вашими оппонентами Самого Опасного Какого-нибудь Контролирующего Синего игрока Ну вот Синий игрок Ты его законтролируешь А он такой Перегружает Циклоне Крифт Защита от этого игрока Не спасает Циклоне Крифта Да Зарождающийся метаморф Довольно прикольный эффект Есть целая категория колод Которые играют Всяческими клонами У таких колод Замечательное преимущество Что они приходят за любой стол И Говорят Мои существа И мои заклинания Настолько же крутые Как и твои Да Так что Сила моей колоды Она примерно такая же Как и у вашей Вот Зарождающийся метаморф Очень интересный Когда он входит в атаку Когда он входит в атаку Или блокирует Вы выбираете целевого оппонента И он показывает Стап дека карты Пока не покажет существо И метаморф превращается В это существо до конца хода Красная форса Это Редирект Фактически Она говорит что Вы можете выбрать Новые цели Для целевого заклинания Неспособности Ну эффект Скажем так Не самый сильный Ну поставим там Но не самый слабый Поставим его на третье место Не самый слабый И Очень Как бы полезный Атрибут Такого эффекта То что он может Контрить 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 Это такое Местеп Местеп Да Дело в том Что Ну за местеп Нельзя Нюансы Что Заклинания Не могут Целить Это Нелегально Поэтому Правильным образом Выбрать В качестве цели Каунтер спел Само Это Заклинание Отражающий хлопок таким образом она разрешится у каундер спела не будет легальной цели он просто тоже связь лиц шлюзы лава брега такая очень сомнительная карта кажется что это монокамень причем довольно эффективный хотя за 4 маны вот но вторая его способность заставляет думать что это не только монокамень а тот факт что она начинает взрываться в какой-то совершенно произвольный момент и мы никак не можем контролировать это перед этим монет непонятно тоже как и в этом использовать то есть это да это как какой-то счетчик который известен на столе и вокруг которого можно очень спокойно играть непонятно честно что тогда делать с этой красной маной пока все остальные что-то делать среди зеленых карт на самом деле можно отметить любопытное стадо это вообще очень очень мне кажется сильная карта да она на скорость инстанта создает столько 3 3 3 зверей сколько артефактов под контролем выбранного оппонента зачем ну наверное чтобы растоптать того оппонента потому что на скорость инстанта это можно сделать в конце хода который перед тобой да наверняка вы встречались с колодами которые играют только артефактами или имеет большое большое количество до артефактов например брея очень популярны в свое время генерал четырехцветный это просто холодный артефактах подмер стоптать ее такой карточка . можно опять же у всех всегда лежат соло ринги и против и прочее сигнал согласен да но я даже если вы за четыре маны получите всего лишь двух 333 зверей это все равно the value которая в общем-то не снилось компетитив магом форматов соревновательных дуэльных раздваивающий посох интересный эффект предлагает нам если вы копируете заклинание один или более раз вы можете скопировать в дополнительный раз спал слингер колоду мне кажется это очень интересный эффект причем он стоит всего три маны и если у вас вы разогнались до семи там или до большего количества вы можете даже скопировать какое-то другое свое заклинание что в принципе в теме спал слингер колоды на коломаксе ну что же если мы спил слингер колода надо посмотреть каких бейлинных заклинания нам положили в репринтах уж там то должны были чего-нибудь добавить интересно и встречает нас сразу джейс если заклинание то джейс но какой-то по-моему не тот джейс которому мы рады да это не тот же риск мы ждали но ожидает репринт так того джейса которого все ждут до командирской колоде это наверное слишком оптимистично да уж да уж так красные и и синие заклинания что на весь нравится на самом деле здесь есть несколько заклинаний который собственно стейплы в спал слингерских колодах под конечно искривление хаоса это ну вообще говоря это как бы единственный универсальный ремовал в красном цвете практически здесь не там есть по моему еще одна аналогичная карта который все оппоненты все перманенты ворпит во что-то другое но это работает надежно надежно на один перманент кометная буря если это колода разгоняется до проектных мощностей то это становится просто убийственным заклинанием для всего стола дьявол разрушитель заклинаний любят возвращать ваши заклинания с кладбище италии вообще прекрасный как генерал очень интересный и как то существо в колоде просто тырят чужие карты за 6 маны в следующий ход ходит в атаку и у вас внезапно на 4 спала больше почему они все бесплатные если что-нибудь что комбиться с магом двузаклинаний прям прям чтобы комбилась наверное нет но если вам удалось разогнать кометную бурю до достаточной величины то добавить 3 маны и скопировать достаточно высокий x то это просто вылью то есть копирует его же и x тоже да он скопирует его x он скопирует его x и за одной все цели то есть мультики кирова тоже сразу мурой тоже да мы играем по 2 сразу бмбм с двух рук по-македонски да все именно так лунный мистик помогает нам добирать карты причащение лавой тоже есть способ получить дополнительное преимущество в руке на какое-то время вот гобли то гоблины обитатели тьмы совсем давно точно тоже виднелись компетенциях стратегиях давай другие цвета еще ряд репринтов здесь есть достаточно старый мотоцартефакт из инвейжена джин толковать или с первыми первого рамника блока барашка очень интересный кстати генерал да с механикой заговор из лорвина и лишнего мура я уже не помню уникальный в своем роде в общем генерал спал стендер стратегию в цветах красного зеленого без и вот очень интересные на ней бывают и гоблин трайболы и просто какие-то большие заклинания вот рашми приятный репринт не так давно и не так давно и и мы видели правда вот мелик в свое время тоже будоражил сознание любителей этой стратегии для декбилдинга вот симулякор снова в ряду репринтов что не может не радовать симулякор прекрасная карта которая разгоняет вам они дает и дроваться и дроваться и тело в общем очень честный очень честный очень полезный товарищ в любые практически стратегии в любые колоды а главное в любые цвета снова марта там вот и понажимал x3 с пеленой артефакты мало положили мана камней вообще сима мало мана камней на несколько там было эффектов разгона по землям до рампы нормальный который достает земли вот отметим что вот поножи молнии с пеленой как разу сходить как только мы выставили своего командира да как пример это замечательно поножи стоит 2 киевы экипировать их стоит всего лишь ноль то есть на третий ход можно разыграть кого макса тут же выкопировать тут же сходить но к сожалению разыграть ничего не получится потому что вот но есть бесплатные с пылой из полы которые тоже которые требуют которые требуют пример его да ну хорошее заклинание опять же пелена но не путайте с хикс пруфом вот дополена не позволяет целить его вам и своими заклинаниями своим немножечко карточек из икории не самые интересные карточки недавно изданные а вот это вот это уже репринты это из старого зиндикара где была механика ловушек какой кот это волк а вот это вот куда это код согласен вот охотничья стая тоже со штормом кто помнит даже что по шторм вот возвращение тихих земель здесь все мы помним она до сих пор у нас будоражит наши умы до возвращение тихих земель здесь очень к месту как раз в истории который мы только что рассказали скала максом который пошел в атаку и мы потратили много маны в свой ход чтобы его разыграет там и отправить в атаку в конце ходу мы разворачиваем все земли и можем творить всякие нечестности с нашими инстантами здесь хорошая подборка инстантов как бы которые делают очень много всего в частности есть рампа бронения есть все в оборот все в оборот вообще не очень-то рампа но но если вы его умудряетесь копировать например каламаксом вы получаете две земли по цене 1 в случае с бронением вы получаете 4 земли по цене 1 и в том и в другом случае земли выходит на поле битвы вообще развернутый так что можно обмазаться как говорят в элью просто целиком я не узнал что это frantic search до frantic 1 раз на русском или нет нет по-моему первый раз на мне трудно сказать мне кажется я его где-то уже видел на русском но так или иначе это frantic search что хорошо и когда я думал что мы можно было бы положить в колоду с коломаксом frantic search был конечно в первых рядах и существует еще целый ряд таких синие заклинаний которые делают что-то потом разворать предлагают развернуть столько земель сколько монокостами вот таких эффектов можно даже добавить больше с коломаксом всем известные спирали роста четыре раза лучше по боему потому что она и сразу и две карты возьмет два раза и сделает да и порампить может это да да непонятно зачем сюда положили дрейка только потому что он дрова и тк но дрейк как способ получить какое-то значимое присутствие на столе за счет того что у вас много карт навесить опять же на него грифсы до много карт мгновенных заклинаний там и волшебства на кладбище мне кажется в эту колоду очень хорошо бы в зашел еще друг возвращать возвращение диких земель расширение разрыв из из нашего до последнего предпоследний видимо стандарт до разрешение разрыв я думаю что рал зарик из оттуда из-за войны искр который тоже любит и копирует заклинание даже когда вы копируете будет на один куда-то в общем это не в мизе то можно сюда положить ну правда он тяжеловат наверное здесь за шесть манки да хотим с пылы кастовать да если есть проблема или есть большое желание сделать так чтобы коломакс поворачивался не ходя в атаку есть барабан спринг ли брам есть парадайз которым ты тапаешь существо даже если у него болезни вызова в афинити он играл да да и получаешь ману любого цвета есть парадайз ментал это такой обвесок за ноль маны за одну ману он прикрепляется и дает возможность тапать ради маны существо да и если есть недостаток среди этих заклинаний в таких больших мощных мгновенных заклинаний или заклинание волшебства опять-таки в последних редакциях сейчас есть и в терресе те же интервеншены которые здесь тоже очень к месту очень могут помочь с этим да и вообще я думаю что найти именно в этих трех цветах в синим красным и зеленым могучий инстанты ресурсы нужно очень постараться чтобы не найти я бы даже я думаю да я думаю да они где-то в высоко в кривой мани они скорее всего стоит много очень мало из них которые действительно обладают каким-то взрывным эффектом они мгновенные заклинания потому что у них слишком взрывный эффект получать его когда ты захочешь вот они скорее всего волшебство но это совсем не значит что спал слингерей нельзя им играть как раз наоборот где если не спал слингерей мигать что нам предлагают по землям земли это традиционно у нас есть репринт арчат везде положили до репринты и цветных земель и утильте земель вот кейсикс вулфран давно не репринтили эту самую везде положили тоже на во всех наборах положили пынушки из апокалипсис одиссеевские фильтры до фильтры прекрасно да фильтры прекрасные я хочу обратить внимание что у них есть один большой недостаток их нельзя активировать ради маны просто так да для для них нужно еще одну землю в этом отношении не очень похожи на храм ложной богинь да так что не нужно переоценивать вот но да если есть острая необходимость конечно их можно положить но надо быть очень осторожным с этим земли падальщиков я вам сказал да их не часто передают но вообще говоря это очень полезная училить и земля это способ бороться с стратегиями работающими с кладбищем который не занимает слота в вашей колоде и так мы увидели что основная колода поддерживает основной план на основном командире а теперь немножечко про дополнительных о которых мы ничего не сказали давай так да значит зерес у которого две способности первое наказывает оппонента если он берет очень много карт а это в компенсиве очень часто допустим по до поставить своих этих мистик римор и всего остального до этого нет ладно плохая плохой вариант потому что пока ты ставишь его вместе к римора уже все сделали но в принципе да но надо сказать что как бы он триггерится за каждую карту который берет игрок то есть мы получаем столько змей сколько он набрал карты это не самый худший вариант наказания за за это то есть дело в том что если бы мы наказывали каким-нибудь другим путем например наносили повреждения повреждения отнимают жизнь и жизни это ресурсы но когда их 40 в начале игры это не такой большой налог змеи зеленые змеи это перманент на столе с перманентом можно сделать много чего ему можно пожертвовать под миллион до миллион разных эффектов но спектр этих эффектов гораздо больше а если вдруг ничто не мешает нам атаковать оппонента мы таким образом просто спишем с него те же самые хиты и останемся при своих перманентах то есть это такой на мой взгляд больший в или если можно так выразиться чем чем если бы мы просто наносили дырки и вторая способность каждый раз когда он находит наносит боевые повреждения игроку вы этот игрок берете такое количество карт то есть сколько повреждений был нанесено это тоже способ как бы триггерить способность первую хорошо зла гирует и этот как бы дроу бэк то что твой оппонент что на дрова здесь нивелируются хотя бы минимально но он пытается нивелироваться но на самом деле я вот если если вы не уверены в том что может на дровать ваш оппонента скорее всего это так то я бы не рисковал давать оппоненту все-таки карты в руку в этом формате это чревато даже даже если вы при этом тоже их дрова эти нет если вы их дрова эти наверное в этом вы можете вы можете на дровать лучше карта 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 вашего лучше сначала туда положить да друзья пошла вот ну и плюс да вы как бы останетесь тем же количеством карты плюс у вас будет будут змейки вот эти два парня я не понимаю что они делают значит зачем они до парни интересные они очень синергичны друг с другом и мне кажется больше ни с чем в а вот 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 к этому главная претензия вот да что делает что чтобы понять что делает халдана сначала прочитать паком паком это пес с ускорением каждый раз когда он атакует изгоните верхнюю карту библиотеки каждого игрока и положите один жетон получения еще больше жетона на каждую из тех карт по-английски это фэйч по моему когда то есть а порт то есть пока эти карты в изгнанные на них эти каунтер он типа большой как только мы начинаем их разыгрывать он типа учу по чуть-чуть уменьшается да нет тут не огня на нем на нем жетоны кладутся потому какие карты там были бы если были изгнаны существа таким а дальше в игру входит в халдан и говорит что вы можете разыгрывать карта вот с такими жетонами вокзале которые вы по их за или потому что покойка халдан могут быть на у нее него только одного игрока надо был могут быть мир вот и если если вы их изгнали да и можете тратить ману на разыгрывание как будто тман любого цвета то есть понятно да чтобы можно было разыграть эти карты нам предлагается тратить любую ману на их розыгрыш вот но только те как бы карты которые в своей пасти песик принес какая-то фишка ради фишка как мне кажется слишком много условий и это мне кажется это воплощение достаточно понятный идеи вот в тексте карт мы кидаем палку псу пора пёс приносит нам три палки от оппонента вот по дороге там еще чем кем-то лакомиться да и стоит прибегает два раза больше да и мы при этом имеем возможность еще эти карточки как-то себе получить и но класть 98 остальных карт просто возможность их побыстрее покастить и защитить вот это очень хороший вопрос я не знаю мне кажется да мне кажется вот вот какую-то непосредственно синергию именно с этими эффектами мне сложно придумать но есть там какие-то странные совсем карты например bread for hunt это чары симиков скились 2 равники которые говорят там если существо с жетоном плюс один плюс один наносит боевые повреждения возьми карту или есть но еще какие-то какие-то такого плана эффекты которые значит рассчитывают что на ком-то есть жетоны что-то что прямо болеет за то чтобы ты разыгрывал чужие заклинания но такого нет нету есть только вот коза которая говорит если вы контролирую да если вы контролируете чужие перманенты то вы там не очень а на самом деле она даже не это говорит она говорит что если они которые если оппоненты контролируют не работают и перманенты интересная лорная карта но оставим ее для лара и ведов да мне кажется это может быть неплохая неплохая пара существ в какой-то колоде но как генералы я прямо затрудняюсь сказать какая была бы фишка в этой колоде какая была бы тема в этой колоде может быть просто гудстов но зачем есть капусту если есть картошка или наоборот короче непонятно друзья это были былиные распаковки и обзоры и советы и обзоры новых карточек и вспоминали мы и старые карточки в наборах командора 2020 это был я александр и лев вот если вы хотите услышать что-нибудь интересное по командиру обязательно пишите в комментариях и пока движется вот это замечательно самоизоляция я думаю мы найдем и вечерок и придумаем какие-нибудь интересные контентные моменты по командиру лев пожелай что-нибудь нашим юным и не очень командиром я желаю быть креативными играть в ту игру которую нравится играть никого не слушать если вам нравится мужик и собака которые бегают и что-то делать делайте это друзья главное не победа главный побед друзья кладите все дуалки кладите всех ремор и просто комбои с этими туз миллионам туторами выигрывайте на второй ход все поехали и и и и и и и и